Т. Вашингтон-Пост, США Трамп оказывает давление на нового президента Украины, рассчитывая получить политическую выгоду. Редакционная статья Т. Вашингтон-Пост, США 7 сентября 2019 года Владимир Зеленский, президент Украины и неофит в области политики, сделал на этой неделе большой шаг к тому, чтобы выполнить свое обещание стать самым большим сторонником реформ среди глав государств в истории Украины. В понедельник он изложил амбициозный и захватывающий дух пятилетний план, включающий в себя почти все меры, которые были настоятельно рекомендованы Украине в последние годы Международным валютным фондом и западными правительствами, от земельной реформы до приватизации государственных компаний и очищения судебных органов. Это должно стать поводом для ликования в Вашингтоне, где сменяющие друг друга демократические и республиканские администрации пытались отодвинуть Украину от России Владимира Путина и привести ее в ряды из западных демократий, однако все они были разочарованы нерадивостью и продажностью политических лидеров этой страны. Но пока господин Зеленский не смог заручиться поддержкой президента Трампа, господин Трамп не только отказался принять украинского лидера в Белом доме, но и приостановил предоставление военной помощи в объеме 250 миллионов долларов в стране, которая продолжает борьбу против российской агрессии в своих восточных областях. Об оказании сильного давления на господина Зеленского открыто сообщил газете New York Times. В прошлом месяце Рудольф Джулиани, Рудольф В. Гиулиани, личный адвокат господина Трампа. По словам господина Джулиани, он провел встречу в Мадриде с одним из близких сотрудников украинского лидера и настоятельно призвал новое руководство страны начать расследование в отношении господина Байдена и его сына. В тот момент, когда Хантер Байден, Унтер Биден, входил в состав совета директоров одной украинской газовой компании, Джо Байден, будучи вице-президентом, требовал отправить в отставку главного прокурора Украины, проводившего расследование в отношении этой фирмы. Господин Джулиани также хочет, чтобы были проверены утверждения о том, что осуществленные одной украинской партией денежные платежи Полу Манафорту, Пауль Манафорт, возглавлявшему в 2016 году избирательный штаб господина Трампа, были частью заговора с целью нанесения ущерба Трампу как кандидату в президенты. Другими словами, партнеры Трампа хотят, чтобы правительство в Киеве доказало неправомерность действия Украины против господина Трампа в ходе президентских выборов 2016 года, и еще они хотят, чтобы украинцы вмешались и действовали в его пользу в ходе выборов 2020 года. Господин Зеленский не сможет выполнить ни одно из этих требований. Информация по поводу господина Манафорта поступила от одного украинского законодателя, который поддерживал реформы внутри страны, а не Хилари Клинтон. Что касается дела Байдена, которое уже расследуется украинскими властями, то это явная фальшивка. Бывший вице-президент был в числе многих западных официальных лиц, требовавших отставки этого прокурора, которого обвиняли в блокировании антикоррупционных мер. Белый дом утверждает, что господин Трамп приостановил военную помощь Украине для того, чтобы ее можно было проанализировать. Однако, как сообщает телеканал CNN, Пентагон уже завершил анализ и рекомендовал восстановить предоставление помощи Киеву. Тем не менее господин Трамп пока еще ничего не сделал. Если подобное упрямство имеет какое-то разумное обоснование, за исключением попыток заставить иностранное правительство помочь его переизбранию, то президент должен об этом сообщить. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.